Давайте немного вспомним, что мы узнали о банковской системе с частичным резервированием, а затем перейдем к понятию «эластичной денежной массы», то есть денежной массы, которая способна расти или сокращаться в зависимости от потребности людей в деньгах, или, я надеюсь, будет расти и сокращаться в зависимости от потребности людей. Итак, давайте я создам два обычных коммерческих банка. Пусть это будут национальные банки. У них есть федеральная лицензия. Посмотрим. У меня есть некоторый капитал, и часть этого капитала, большая часть — это золото, которое я изначально вложил в банк. Затем часть я инвестировал в постройку здания. Пытаюсь нарисовать как можно аккуратнее, но я думаю, вы понимаете мои сложности. Затем я принимаю несколько вкладов с золотом от кого бы то ни было, скажем, от фермеров после сбора урожая. Вот у нас все вклады фермеров. Нарисую это голубым цветом. Вот один вклад. А вот второй, допустим, у нас только два фермера. Обсуждая банковскую систему частичного резервирования, мы узнали, что я могу увеличить сумму имеющегося у меня капитала. Существует определенное соотношение между размером собственного капитала, в нашем случае имеющегося у меня золота, или резервов и суммы на вкладах до востребования, которые я могу открыть. Предположим, что мои обязательные резервы должны составлять, скажем, 50%. Мы знаем, что в реальности нормативный резерв чаще всего составляет примерно 10%. Давайте я это запишу. Нормативный резерв — 50%. Это означает, что мое соотношение золота и суммы на депозитных счетах до востребования не может быть меньше 50%. Вне зависимости от того, какова эта сумма, я могу удвоить ее на депозитных счетах до востребования. Допустим, всего у нас будет 100. То есть я могу привлечь до 100 монет. Пусть вот здесь будет 50. Таким образом, я могу разместить до 200 монет на депозитных счетах до востребования. Смогу выдавать денежные займы и открывать депозитные счета до востребования. Надеюсь, этот обзор вам помог. Итак, я могу выдать заем в размере 150 монет. Это мои пассивы, а это мои займы. Я выдаю один заем и открываю расчетный счет. Это кредитный актив, и я открываю депозитный счет до востребования. Это пассив. Здесь может быть крупный заем и так далее. Ну и, конечно, мой банк не единственный во Вселенной. Скопирую это. Вот еще один. Я просто хочу показать вам, что существует множество банков. Далее мы говорили о том, что здесь есть две проблемы. Ваш нормативный резерв составляет 50%. И это очень много. Но что, если возникнет ситуация, когда по какой-либо причине ваши резервы временно упадут ниже 50%? Как вы получите дополнительное золото? Вы же не пойдете к людям и не попросите еще немного золота. После такого они испугаются и дружно откажутся от вашей системы. Но если у вас немного меньше 50%, а в другом банке немного больше 50%, было бы удобно, если бы вы смогли взять взаймы у этого другого банка. Или даже лучше, если бы существовало центральное хранилище, где лежали бы все золотые резервы. И вы могли бы взять взаймы непосредственно из этого центрального хранилища, если не найдется другого банка, готового дать вам ссуду. Вы можете рассматривать такое хранилище как кредитора последней инстанции. Позже мы поговорим подробнее о технической стороне данного вопроса. В особенности о нашей действующей системе. Мы создали резервный банк, в котором разместили рассматриваемые вклады. Давайте посмотрим. Наши вклады составляют 200 монет. Посмотрим, смогу ли я просто скопировать это. Ой, скопирую и вставлю. Вот один из резервов. И так как они одинаковые, вот второй резерв. Выглядят не очень аккуратно. Все банки собрались вместе и создали это хранилище. Это частный банк, но мы рассмотрим подробно, как на самом деле работает федеральный резерв. Итак, это фактические золотые резервы. Они являются активами этого банка. Я немного сдвину это вот так. Отлично. Это будут активы. А вот здесь будут пассивы нашего центрального резервного банка. Это депозитные счета национальных банков. Итак, мы взяли все свое золото, положили сюда. Или, проще говоря, у нас есть депозитный счет до востребования. Но давайте допустим, что мы просто взяли резервные билеты, чтобы показать, что у нас есть доступ к этому золоту. Предположим, это 100 выпущенных резервных билетов, банкнот. Эта часть соответствует 100 золотым монетам. А вот еще 100, хотя в принципе эти билеты взаимозаменяемы, вы можете перемещать их, ведь не знаете, откуда они взялись. Вот чем отличаются резервные билеты от расчетных счетов. Этот банк передает свое золото сюда, а взамен получает билеты федерального резерва, которые похожи на зеленые листочки бумаги. Теперь это его резервы. Его резервы больше не представлены золотом. Размер резервов центрального банка определяется количеством таких федеральных резервных билетов или банкнот. В предыдущих роликах мы узнали, что только федеральный резерв или резервный банк, я пока не называю его федеральным резервом, но мне кажется, вы видите, к чему идет дело. Только он имеет право выпускать такие билеты. Это просто прямоугольный банк. Зеленые листочки бумаги с изображением на них, портретами президентов и тому подобное. Допустим, даже если это официальный частный банк, данный резервный банк, он основан таким образом, что даже если все банки-создатели изначально создали капитал этого банка, они в действительности не получают от него никаких доходов. Далее перейдем к подробностям работы федерального резерва. Давайте сразу скажем, что любой дополнительный доход от этого банка возвращается в руки федерального правительства. Рассматриваемые банки не получают никакого дохода. Допустим, совет директоров нашего банка утвержден правительством и тому подобное. Это ключевой момент финансовой системы. Правительство говорит, что эти банкноты, несомненно, выпущены резервным банком, но мы также хотим, чтобы люди доверяли денежной единице, так как мы используем ее в нашем мире, в нашей стране, а для того, чтобы у людей была безграничная вера в эту валюту, мы возьмем ее под свой контроль, хотя она выпущена банком. Давайте я запишу это. Сам постоянно путаюсь. Выпущена резервным банком. Банкноты выпускаются резервным банком, но гарантируются, гарантируются, государством. Что это означает? Если по какой-либо причине, даже если у нашего резервного банка каким-то образом не окажется нужного количества золота, и он должен будет обанкротиться, то даже в такой ситуации государство по-прежнему будет обязано выдать вам золотой эквивалент этих банкнот, чему бы он не равнялся. Допустим, это будет 35 долларов за унцию золота. Вот что это означает. Таким образом, многие люди получают уверенность, что эти банкноты, можно сказать, почти равнозначны золоту. Почему так важно, чтобы государство? Почему вы можете доверять государству? Итак, государство может взимать с людей налоги, будь то налоги в долларах или золота, а может быть в виде товаров и услуг. Если вы думаете, что наша экономическая система, которая находится под управлением государства, может тем или иным способом поддерживать определенное количество золота для обеспечения этих банкнот, то вы должны признать, что они равнозначны золоту. Итак, давайте познакомимся с понятием эластичного денежного обращения. Но перед тем, как я начну, давайте вернемся еще к одной проблеме, которой занимается государство. Мы сказали, что банкноты гарантируются государством, так? Это означает, что если все остальные потерпят крах, то государство выплатит вам стоимость этих банкнот. Я расскажу вам о еще одном понятии, которое очень близко к понятию банкнот. Это государственный долг или правительственные займы. Я нарисую это ниже. Кажется, у нас заканчивается время, но я продолжу в следующем ролике. Итак, мы говорим о государстве. Я имею в виду, вы можете рассматривать активы государства, как его способность собирать налоги, но при этом государство выпускает государственные долговые расписки. Мы будем называть их казначейскими облигациями или казначейскими векселями, а, в общем, казначейскими ценными бумагами. Казначейские векселя — это краткосрочные казначейские ценные бумаги, подтверждающие краткосрочные государственные займы. Облигации — это долгосрочные бумаги. Мне кажется, я уже говорил об этом в ролике о кривой доходности, но сейчас я расскажу об этом подробнее. Вот это — долговые расписки правительства. Они должны рассматриваться как абсолютно надежные. Почему? Потому что они выражены в той же валюте, которая используется в экономической системе, находящейся под контролем государства. Итак, если государство, и я думаю, вы понимаете, что я имею в виду США, если оно берет у вас деньги в долг, то выдает вам долговую расписку. Вот это — я. Скажем, это — я, а это — государство. Если оно выдает мне долговую расписку, я отдаю ему 100 долларов, то откуда я знаю, что эта расписка надежна? Потому что за исключением случаев, когда государство начинает выпускать ненормальное количество долговых расписок, и в результате не может поддерживать выплату процентов по ним, оно всегда может собрать больше налогов, чтобы вернуть вам ваши 100 долларов. Таким образом, сейчас вы рассматриваете эту расписку как надежную. И поэтому, когда бы государство не обратилось к нам за средствами для новой войны или новой государственной программы или нового учреждения, многие дают ему свои деньги, свои банкноты Федерального резерва, а взамен государство выдает им вот эти надежные долговые расписки. И затем государство может использовать эти резервные билеты для приобретения товаров, услуг или для того, чтобы заплатить солдатам или чиновникам. Мы воспользуемся этой идеей в следующем ролике, чтобы разобраться, как Федеральный резервный банк или просто резервный банк может покупать и продавать государственные ценные бумаги для изменения денежной массы. До встречи в следующем ролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова